МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы сегодняшнего выпуска. Заборы средь лесов. Почему до сих пор Аликанзская роща находится в заточении? Огонь! Сочи 2014 ждут в Рязани. Олимпийский факел, возможно, будут проносить и по нашему городу. Что могли бы видеть сейчас атлеты на Олимпийских улицах областного центра? А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Появилась информация, что в этом октябре факел Сочинской Олимпиады пронесут и по Рязанским улицам. Об этом сообщило интернет-издание Витсбоку. Разумеется, мы сразу отправили съемочную группу в Московский округ на улицу имени супруги и соратницы Ильича. Надежды Константиновны Крупской, где, как уверяет портал, и проляжет путь Олимпийского огня. Волнительно ведь. Как бы не ударить нам рязанским лицом свою же собственную грязь. Оксана Тебенихина рассказывает о том, что увидела бы благородный и нарядный факелоносец на улице Крупской сегодня. Уже ни для кого не секрет, что маршрут Олимпийского огня пролегает и через Рязанскую область. Дорога на Сочи лежит через Рязань. Это символично. В одном из местных интернет-изданий появилась информация о том, что Олимпийский факел пронесут через улицу Крупской. Наша съемочная группа не стала дожидаться октябрьской эстафеты и отправилась в Московский район с целью оценить ситуацию. А то как бы не опростоволосится перед Олимпийским эскортом. Первое, что бросается в глаза, это жуткие ямы. Они настолько глубокие, что тут не только ездить страшно, но и ходить. Так что, если бы факел несли сейчас, то это смог бы сделать только чемпион побегу с препятствиями. Вторая проблема – визуальный, извините, бардак. Мусорные баки вдоль дороги, помойка у тротуара, размазанная грязь, припаркованные, где попалом машины. Сюрреалистического вида детская площадка. Да и публика такова, что не оставит равнодушным ни одного столичного перфекциониста, да и просто обычного человека. Ты на свою рожь посмотри. Ты не тыкай. Ты не тыкай. Вы, вы, вы посмотрите, вы посмотрите, какие вы алкаши. Факел Олимпиады будет в пути 123 дня. 14 тысяч факелоносцев пронесут огонь через 2900 городов России. И тут уж никак нельзя опозориться. Хотя, наверняка, дорогу подлатают, дабы бегуны не споткнулись. Мусор уберут, а пьянчук разгонит наряд полиции. Так что видимость красивой жизни будет нам обеспечена. По крайней мере, пока не развеется почти незаметный дымок от уносящегося вдаль Олимпийского огня. А как все будет после этого, догадайтесь сами. Как нам стало известно, улицы Крупской начнут приводить в порядок где-то с середины мая. Так что свои олимпийские кроссовки факелоносец разбить на рязанском асфальте вроде бы не должен. Есть мысль попросить атлетов побегать и по другим городским улицам. Может, их тоже спешно отремонтируют. Вот это была бы настоящая спортивная победа. О спорте еще поговорим сегодня, но пока на другие темы. Сегодня по просьбе зрителей и другая наша съемочная группа выясняла обстоятельства появления глухого забора вокруг Аликановской рощи. Глаз на этот участок предприимчивые люди положили давно. Но, как мы уже сообщали, по закону это место общего доступа. А потому всякое ограждение здесь нонсенс. Однако вопрос потребовал уточнений. И в Аликаново выехал Глеб Галушкин. Аликановская роща между деревнями Дубровичи и Аликаново огорожена забором почти два года назад. Тогда местные жители сообщали, что хозяева участка вроде бы собираются построить здесь базу отдыха. Однако никакого сельского схода по этому поводу не было. Разрешения на строительство у людей никто не спрашивал. Да, и по официальным документам эта земля сельхозназначения. Кстати, по лесному кодексу доступ в любую рощу, по грибы да по ягоды должен быть совершенно открыт для всех граждан. Ну, упираются владельцы, и они купили сельхозугодья за грошовые деньги. А на самом деле они купили лес. А каждое дерево стоит 20 тысяч рублей. Давайте умножим. Заплатите вот эти денежки. И тогда владеете. А так очень ловко покупать. Под видом земли покупать лес. И кого мы пытаемся обмануть? Сами себя. И, в принципе, все люди, которые все это подписывали, фамилии их известны. И дело времени для того, чтобы их наказать. Получить комментарий в отношении рощи мы решили у главы дубровического сельского поселения. Однако застать чиновников не получилось. Здание сельской администрации оказалось закрыто. А местные жители отзываются о новых владельцах земли так. Ну, обидно, господи. Это ведь, например, земля-то она божья. А уж ее все под свои эти забирают, под свои руки. Все-таки надо совесть иметь. И уж куда не надо, не надо лезть-то. Аликановская роща – это еще и археологический памятник Рязанщины. Начиная с 19 века ученые исторические комиссии регулярно производили здесь раскопки. Найденные экспонаты хранятся не только в рязанских музеях, но и в Москве. Однако рядом с рощицей сейчас ведется разработка песчаного карьера. По словам экологов, уже уничтожен древний культурный слой. На ферму по добыче песка, по имеющимся данным, заведено уголовное дело. Впрочем, почему-то кажется, что никаких серьезных мер к нарушителям приниматься не будет. И земснаряд, как только сойдет лед, вновь примется за свою разрушительную работу. Далее пожарный материал от Оксаны Тебенихиной. В начале этой недели в деревне Дядька возгорел четырехквартирный жилой дом. Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. Пожарные опасались, что огонь перейдет на соседние дома и строения. Поэтому на место прибыли дополнительные расчеты. Давай сюда, оттуда! В общей сложности со стихией боролись 9 машин и 26 человек. Пожар удалось ликвидировать. Как сообщают в пресс-службе МЧС, в огне никто из людей не пострадал. Завершает программу экспресс-интервью, записанное сегодня утром в нашей студии. В это воскресенье в спортзале Рязанского комплекса «Локомотив» пройдет чемпионат гордой области по карате. У нас в гостях в этой связи был президент регионального союза стилевого карате Рамиль Сакаев. Итак, Рамиль, вот о предстоящих соревнованиях, предстоящих сборах. Потому что я так понимаю, что едва ли не впервые такой представительный состав будет на чемпионате по карате. Ну, как бы по участникам, это Рязанская область, но нас уважило руководство карате России. И приедет сам президент федерации карате России, приедет гендиректор федерации карате России и приедет вице-президент. Помимо того, что они почтят своим присутствием наш турнир, посмотрят, переживают, они еще и проведут учебный тренировщик в сборах по специалисту по детям. Тоже будет очень интересно посмотреть. Особенно детям будет интересно. Сначала поучаствовать в сборах, а потом тоже в соревнованиях попытаться что-то применить. Вот вы знаете, как я так понимаю, что это может быть в какой-то степени результат работы по продвижению, как говорится, карате в массы. Мы говорили с вами уже не раз о том, что массовые виды спорта, и у нас был год массового спорта, вот карате как можно лучше подходит. И может быть вот такое вот представительное, так сказать, участие людей из федерального центра, может быть это как бы символ того, что мы на правильном пути с вами стояли по пропаганде караты. Да, карате у нас развивается, идет хорошо, вот сейчас уже учебный год заканчивается, можно провести какие-то такие краткие итоги. Например, те, кто пришел в сентябре месяцы на занятия, вот новенькие, они практически не отсеялись. То есть 95% в секциях народ остался. Остаются. Да, при этом так упорно идут. Ну и вот с сентября по апрель месяц это почти 90 медалей на соревнованиях. Сколько на воскресный чемпионат области вы планируете привлечь спортсменов? Ну, на вчерашний день заявилось 104 человека. 104 человека. Это от 7 лет до 32. Итак, я так понял, в субботу сборы... Да, ну туда посмотреть не получится, потому что там специализированный зал, там нет для зрителей. А 21 числа спорком есть «Локомотив». Воскресенье «Локомотив». Да, начало в 10 часов, где мы откроем соревнования и будем проводить и смотреть. Да, в воскресенье «Локомотив» в 10 часов можно приводить и нужно приводить детей, чтобы они тоже посмотрели. Да, причем, да, чтобы не важно, каким они видом спорта занимаются, для личного самообразования, для личного, на каких-то навыках. Сегодня ты занимаешься каратэ, завтра, может, чем-то другим. А опытом зрительным все равно у детей лучше остается. Все, большое спасибо. Ну а мы, в свою очередь, я говорю зрителям, покажем репортажный отчет о том, как будет проходить в воскресенье вот эти вот соревнования. Так что приходите на спортплощадки, в залы, на стадионы, натягивайте волейбольные сетки, ставьте на пустырях футбольные ворота. Пришла физкультурно-спортивная погода, не будем ее упускать. На сегодня все. Итоги недели подведем завтра в информационно-аналитической версии программы «Время говорить до пятницы». Субтитры создавал DimaTorzok